Всем привет и добро пожаловать на канал о вышивке Лаус Тичен. Сегодня у меня будет видео о вышивке крестиком по авторской схеме. И это видео будет посвящено всему проекту вышивки, подготовке, процессу. И в конце мы с вами сможем увидеть готовую работу. Как думаю многие знают, совсем скоро для меня, у меня сегодня 12 июня, тоже праздничный день, День России. А 14 июня стартует чемпионат мира по футболу, который будет проходить в России. И недавно, буквально вчера, 11 июня, я увидела очень интересный дизайн, посвященный этому мероприятию. И не буду долго вас томить и покажу вам эту картинку. Это схема дизайнера Алены Решетняк, называется она Кубок. Во-первых, могу сказать, что я не отношу себя к футбольным болельщикам. Но думаю, что я вам уже говорила в некоторых предыдущих видео, что я люблю вышивать под трансляции значимых мировых событий, культурных и спортивных. И, конечно же, я буду смотреть чемпионат мира по футболу. У меня, к счастью, будет свободное время. Возможно, я буду смотреть не все матчи, но я их не буду смотреть в прямом смысле, я буду вышивать. И вышивать я буду разные сюжеты, но не этот сюжет с кубком, потому что все-таки этот сюжет я планирую успеть вышить до начала чемпионата. И на это у меня пока есть два дня, ну, может быть, чуть-чуть побольше, но хотелось бы очень успеть его и вышить, и вам показать до матча-открытия. Матч-открытия трансляция начинается в 17.30 по московскому времени, 14 июня. Как я поняла, дизайнер эту схему создала уже достаточно заранее. И если бы я ее увидела раньше, у меня было еще больше времени, чтобы успеть вышить ее к сроку. И думаю, что многие могут оценить этот сюжет. Но все-таки я подумала, что сейчас мне бы хотелось вышить что-то на футбольную тематику. И здесь есть надписи, а надписи я в последнее время очень сильно люблю вышивать. Мне надписи в вышивке нравились всегда, но в последнее время мне именно хочется заниматься этими проектами с вышитыми надписями. Эта схема бесплатная, находится в группе дизайнера. Я обязательно оставлю в описании ссылку для тех, кому этот сюжет тоже понравится, чтобы вы тоже могли его вышить. Итак, давайте немножко расскажу о самом этом дизайне. Размер этого сюжета 100 на 111 крестиков. И выполняется он мулине DMC 13 цветами. И если вышивать этот сюжет на конве 14 каунта, то размер должен получиться 18,14 на 20,14 сантиметра. Но, как мы понимаем, здесь зашивка неполная. И кроме того, в этой схеме используются не только крестики, но и дробный крест для сглаживания углов. И также здесь есть бэкстич. Всего здесь 4 вида бэкстича. Бэкстич выполняется в одну нить. Дизайнер предоставляет схему в двух вариантах, цветной и черно-белой. Также в схеме есть страницы без бэкстича и уже с бэкстичем. Для того, чтобы всем было удобно вышивать этот сюжет. И весь сюжет разбит на 4 маленьких листа. Скорее всего, я буду вышивать эту работу с экрана, только пока не решила, как мне будет удобнее с экрана компьютера или с экрана телефона. Но распечатывать схему этого сюжета я точно не планирую. Вышивать я решила эту работу на Айде. 14 белого цвета Цвайгард, как и здесь рекомендуется. Хотя действительно, что дробные кресты возможно будет вышивать не так удобно. Но я уже вышивала дробные кресты на Айде. И в принципе, если взять острую иглу, то не вижу большой проблемы. Я планировала взять отрез 30 на 30 сантиметров с запасом для выполнения этого сюжета. Но у меня оказался вот такой отрез канвы. Он чуть-чуть побольше. Он 30 на 36 сантиметров. Но я решила, что не буду отрезать лишнее. Потому что эти запасы все равно нельзя будет использовать при вышивке других работ. И буду вышивать на таком большом отрезе, начиная от центра. И давайте я вам покажу ниточки, которыми я буду вышивать этот дизайн. Здесь всего 13 различных значков по ключу. Я буду пользоваться в этой работе органайзером Дубко. И я уже добавила практически все цвета, которые мне будут нужны, отрезав по одной пасме длиной в 1 метр. Здесь очень красивые цвета. И мне очень хотелось вышить этот дизайн именно строго по ключу. Хотя у меня нет дома палитры DMC. У меня есть только несколько укомплектованных для будущего отшива сюжетов. И мне на этот дизайн пришлось собирать материалы из большого числа своих будущих проектов. Но для тех вышивок я еще успею докупить материалы. А сейчас мне хочется скорее приступать к этой работе. В этой работе будет очень много цветов DMC, которыми я еще не вышивала. И из всех цветов больше всего меня привлекает вот такой яркий оттенок. Это цвет номер 995. И в палитре DMC этот цвет называется Caribbean Blue. То есть карибский синий или карибский голубой. И посмотрите какой это яркий и насыщенный оттенок. Из всех цветов, указанных в ключе, я к сожалению не смогла подобрать из своих запасов оттенок DMC номер 517. Который называется Dark Widget Wood Blue. В переводе название этого цвета означает темный цвет Wedge Wood. Я не встречала такой цвет. Но я вам сейчас покажу как он выглядит на живой карте DMC. Которая у меня есть и очень мне помогла в этом проекте. Вот так выглядит этот оттенок. Я решила заменить этот оттенок блендом из двух цветов Mouliné Ancour. Сейчас я покажу вам эти цвета. Это более светлый оттенок Ancour 977 и более темный Ancour 1036. И давайте приложу эти цвета к карте, чтобы нам можно было сравнить их. Вот так выглядят эти цвета. Мне кажется, что можно было попробовать бы заменить этот цвет еще и блендом из двух DMC, которые расположены чуть выше и чуть ниже. Это 3760 и 3842. Но мне кажется, что эти два цвета Mouliné Ancour, которые у меня есть, тоже очень похожи на соседствующие цвета DMC. И в бленде могут дать оттенок близкий к 517. И также я посмотрела, что этот цвет используется достаточно немного в схеме. И надеюсь, что результат от замены цвета не станет хуже. Ну, теперь я могу наконец приступать к своей работе. Надеюсь, что вам тоже будет интересно посмотреть, какой результат получится. И в следующем кадре я покажу свои первые продвижения вышивки этой работы. Итак, покажу продвижение первого дня вышивки. Я работала над ней в течение 5 часов. И вот такой результат у меня получается. У меня полностью готова внизу надпись. И надпись черным цветом, означающая то, что перед нами кубок чемпионата мира по футболу. И надпись двумя оттенками красного. Россия 2018. И вот такой результат у меня есть в кубке. Сейчас давайте покажу вам немножко поближе. Уже есть контуры кубка. И всего на данный момент у меня выполнены все крестики шестью значками из двенадцати. То есть можно говорить о половине или по крайней мере очень близкому результату к половине работы. Напомню, что всего цветов 13. Но 13 цвет используется только в бэкстичи. И бэкстича, как я вчера рассмотрела схему, здесь будет достаточно много. И в основном он тоже будет несчетный. Как и другая сложность схемы, о которой нас предупреждает дизайнер. Это наличие дробных крестиков. И могу сказать, что дробные три четверти крестики присутствуют в этой работе достаточно много. И выполняются они многими цветами. При первом взгляде на схему я увидела только бежевые дробные крестики. Эти стежки еще не вышиты к этому цвету. Я еще не приступила. И они создают плавные линии очертаний кубка. Но на самом деле здесь встречаются дробные крестики практически каждым цветом. По крайней мере из вот этих шести цветов, что уже присутствуют на конве. Каждым цветом есть по крайней мере один стежок дробного крестика. В принципе могу сказать, что это не первая моя работа с дробными крестиками. Но безусловно первая с таким большим количеством данного стежка. Выполнять его мне не сложно. Даже несмотря на то, что я вышиваю эту работу на конве. Но я вышиваю ее 26 иглой с острым кончиком. Вот так выглядят мои иглы. Это иглы с позолоченным ушком. Они у меня из наборов Лук Аэс. И насколько мне известно, в этих наборах производитель использует иглы фирмы Милворд или фирмы Анкор. Могу сказать, что работать мне этими иглами удобно. Хотя сначала я думала, что буду вышивать 24 иглой на 14 каунте. Но в данном случае было не совсем удобно. А 26 игла оказалась самой подходящей. Также хочу сказать, что мне очень нравится сочетание цветов. Особенно то, как подобраны синие оттенки. Еще вышиты не все крестики в синих тонах. Больше всего на данный момент у меня использовался ярко-красный цвет. Это DMC 817. Мне его потребовалось 3 пасмы длиной по 1 метру. А некоторых цветов из синих оттенков или бежевого 738, который на данный момент единственный из вышитых бежевых оттенков, понадобилось даже меньше, чем пасма длиной в 1 метр всего. А некоторых цветов было необходимо и того меньше. Но я буду продолжать работу. Думаю, что в следующем кадре я покажу вам тот этап, когда будут полностью вышиты все крестики и останется вышивать только бэкстич. Итак, готов еще один этап моей работы. Полностью вышиты все крестики на кубке. И результат мне уже очень нравится. Но сейчас мне нужно будет приступать к выполнению бэкстича. Весь бэкстич здесь выполняется в одну нить. И всего здесь будет 4 цвета бэкстича. И еще хотелось сказать про впечатление работы с этой схемой. На данном этапе мне хотелось бы отметить одну сложность вышивки по данной схеме. Это разбиение рисунка на 4 листа. И такое разбиение удобно для тех, кто вышивает работу. Четко ориентируясь по листам. Но поскольку я привыкла вышивать рисунок по всей площади, то мне было немного сложно переходить с одного листа на другой, потому что, к сожалению, в данной схеме отсутствует повторение хотя бы одного предыдущего ряда крестиков с предыдущего листа, чтобы лишний раз проверить себя. Поэтому мне приходилось достаточно много листать данный PDF-документ по всем 4 страницам. Но на данный момент я справилась с работой с вышивкой всех крестиков. И сейчас буду украшать и дополнять этот сюжет бэкстичем. А теперь мы можем посмотреть на полностью готовую работу. Вот такой результат у меня получился. Удалось выполнить весь бэкстич ровно за 1 час времени. И таким образом всего мне потребовалось на выполнение этой работы 9 часов и 30 минут. И вышивала я ее 2 дня, 12 и 13 июня. И надеюсь, что сейчас у меня получится подготовить это видео. И первые зрители тоже смогут посмотреть эту работу вечером 13 июня или утром 14 как раз вовремя к началу чемпионата. Открытие начнется в 17.30. Для меня это завтрашний день, 14 июня. И еще хочу сказать несколько фактов о предстоящем чемпионате, что он продлится с 14 июня по 15 июля. И это будет первый чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. И первый, который состоится одновременно в двух частях света, в Европе и Азии. Именно таким образом расположились все 12 стадионов в городах России, в которых будут проходить футбольные матчи. И по поводу самой этой эмблемы тоже хочу сказать несколько фактов. Этот сюжет представляет для нас с вами эмблему чемпионата мира 2018 года. И он выполнен в виде силуэта Кубка мира FIFA. А главными составляющими логотипа, как отмечает пресс-служба оргкомитета турнира, являются покорение космоса, элементы иконописи и любовь к футболу. Но думаю, что космонавта в нижней левой части Кубка можно узнать. И также вот эти вот три синих участка тоже выглядят похожими на космос, звезды и планеты. И в целом могу сказать, что мне очень нравится готовый результат. Это очень яркая и интересная работа. Поближе покажу бэкстич. Бэкстич, его здесь четыре цвета. Есть белый цвет, вот в этих белых элементах внутри синих участков. А есть красный бэкстич по красным элементам Кубка. Здесь есть бэкстич цветом 738, такой бежево-желтый. На золотых деталях внутри Кубка. И по контуру все элементы выполнены цветом DMC 3864. Это 13-й цвет, использующийся в этой схеме, который не представлен в крестиках. И еще раз поближе покажу надпись, вот так, чтобы она полностью поместилась в экран. Мне очень нравится шрифт, которым выполнена эта надпись, особенно ее нижняя часть, которая выполняется двумя красными оттенками. На этом я буду с вами прощаться. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Напишите, пожалуйста, свое мнение об этой работе в комментариях. Мне будет интересно его почитать. Не забывайте о возможности подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И до скорых новых встреч. Всем пока!